Дорожный просвет В нашем национальном проекте безопасные и качественные автомобильные дороги, обеспечение нашего с вами комфорта и устранение рисков для жизни и здоровья. Вначале, как всегда, коротко о том, что сегодня покажем. Дорожный ремонт Дорожный ремонт Дорожный ремонт Дорожный ремонт Дорожный ремонт Общественный контроль Дорожный ремонт Дорожный ремонт Дорожный ремонт Дорожный ремонт Все для людей Дорожный ремонт 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 Вот-вот установят. Так что сейчас пробуренные ямы приготовлены для залития их бетоном. Ночью они были все закрыты. Соответственно, днем мы открываем, готовим. Сейчас идет бетономешалка, мы заливаем. Там уже будут не дырки, там будут стоять закладные. На которые будут становиться опоры, соответственно, монтироваться светофорные колонки. И после этого будут дальше уже ограждающие конструкции, которые будут уже для перехода пешеходов. Соответственно, замечание принято, безусловно. Ну, поторопились, скорее всего, работники, потому что уже идет машина. Может, мы уже разговариваем, а там уже заливаем. Компания «Регул» выиграла аукцион на установку пяти новых светофорных объектов и модернизацию существующих в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И к участию в больших переменах для организации комфорта горожан относятся с должной ответственностью. В ближайшие дни подрядчик планирует закрепить на опорах контроллеры и пешеходные светофорные колонки. Их, кстати, спроектировали с большим диаметром. То есть практически хотим, чтобы еще было написано «вытащи». Значит, ну, наверное, мы сделаем такие надписи. Вытащи наушники, посмотри влево-право, но хотя бы как-то пойми, что это безопасность твоя личная. А не только мы ее обеспечивать даже. Ну, ты еще думай о себе. То есть вот в этом ключе стараемся как можно больше сделать удобства для пешеходов. И на самом деле я считаю, что пешеходы главные на дороге, но они тоже должны себя вести корректно. О корректном поведении на дороге, к сожалению, забывают периодически представители всех фронтов – и пешеходы, и водители. По итогам рейда сотрудникам ГИБДД была адресована просьба уделить внимание работе, направленной на пресечение игнорирования последними запрета парковки на островках безопасности. Очередной нарушитель отличился прямо на глазах общественников и стража порядка. Причем замечания вызывают недоумение. Он явно не знает, что попадает на штраф в 500 рублей. В будущем островки безопасности здесь, на площади строителей, планируется приподнять над уровнем проезжей части и сделать недоступными для проезда. Это территория пеших горожан. Впрочем, и другие пункты ПДД нарушались при нас неоднократно. Неспроста этот участок также в списке особо аварийных. Незначительные столкновения происходят здесь каждую неделю. Кто-то не помнит, а кто-то даже не знает, как двигаться по этому кольцу. Площадь строителей у нас все-таки немножко специфичное кольцевое движение. Здесь у нас есть главная дорога прямого направления. А стандартные кольцевые пересечения, у них главная дорога – это кольцо. Выезжают с любой полосы, выезжают с крайней правой. И здесь действует, скажем так, в правило, помеха справа. То есть транспортное средство, которое движется по внешнему радиусу, имеет преимущество, что идет по внутреннему. Самый аварийный участок в городе – Сырковское шоссе в районе железнодорожной станции «Павловская». Около 15 происшествий с пострадавшими в этом году, 19 в прошлом. В основном это столкновение автомобилей. Их здесь всегда было очень много. С закрытием Лужского путепровода транспортные потоки увеличились в разы. Их решено разделить и обеспечить на участке временное светофорное регулирование, чтобы понять, решит ли это проблему. По количеству ДТП их, сокращению или нет, будут судить, поставит ли здесь светофор насовсем. Работы ведутся неспешно, но в срок с соблюдением норм безопасности. Мы надеемся, что в будущем году город учтет ошибки нынешнего сезона. И в будущем году все работы будут вестись системно, грамотно, укладываться во все необходимые сроки безоральности, с хорошими проектами. С тем, что каждый из нас, и горожане, и проектировщики, подрядчики, архитекторы, все понимают, что делаем мы одно дело. Мы делаем наш город красивее, безопаснее. Мы его делаем современным. После окончания рейда в адрес мэрии и подрядчика поступили просьбы об исправлении недочетов. На очереди проверка хода реализации национального проекта и организации безопасного передвижения в районах Бровическом и Шимском. Там общественники планируют проинспектировать дороги, которые ведут к туристическим объектам. Ведь обеспечить безопасность необходимо не только для новгородцев, но и для гостей нашего региона. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» призван изменить жизнь в рамках целой страны. Ремни спасают от смерти в ДТП примерно в 70% случаев и уменьшают тяжесть травм. Дети до 11 лет должны ездить в автомобиле только в специальном удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу ребенка. Не используйте мобильный телефон за рулем. Телефонные разговоры и просмотр сообщений увеличивают риск аварии в 4 раза. Соблюдайте скоростной режим. Превышение скорости всего на 5 км в час увеличивает количество ДТП со смертельным исходом на 20%. Будьте предельно внимательны при обгоне. Каждая девятая авария в России связана с выездом на полосу встречного движения. Качественные дороги для дисциплинированных водителей. За 6 лет в Новгородской области планируется увеличить протяженность дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50%. Сейчас их порядка 35%. Накануне в посещаемых автомобилистами местах были распространены информационные буклеты, знакомящие новгородцев с далеко идущими планами и ожидаемыми переменами. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Практически каждый водитель имеет в автомобиле карту дорог. Если не в бумажном виде, то в электронном точно. Навигаторы, различные приложения и интернет-помощники позволяют быть в курсе, как обстоит дело с трассой, по которой предстоит держать путь. Актуальная информация постоянно обновляется в соответствии с дорожной ситуацией. Только вот узнать наперед о том, как будет выглядеть дорога, по которой вы пока только планируете поехать, скажем, уже весной, ваш навигатор вряд ли может. Региональное министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития совместно с Новгородавтодором этот пробел устраняют и распространяют среди автомобилистов и населения листовки, в которых информируют новгородцев о грядущих изменениях. Для их же безопасности в поездке лучше заранее быть осведомленным о качестве дорожного полотна, чтобы правильно выбрать скоростной режим и стиль вождения. Выпущена хорошая такая информационная листовочка, в которой показано, какие дороги будут построены в каком году и что необходимо ожидать в ближайшее время водителям при выборе какого-то направления. То есть в каком году они могут уже поехать по новым дорогам, которые будут иметь качественное свое покрытие. Конечно, кому, как не общественникам, взять на себя ответственность и донести до народа хорошие новости. Сегодня листовками с важной информацией они обеспечили одну из автозаправочных станций. Автомобилисты улыбаются, благодарят и хотят верить, что с каждым днем ездить по новгородским дорогам будет комфортнее и безопаснее. Информационные листовки разместили и в других часто посещаемых населением точках, в многофункциональных центрах. Мы не только интересы граждан тут преследуем при поддержке национального проекта «Качественные автомобильные дороги», но и прежде всего свои. Потому что МФЦ активно пользуется автомобильным транспортом при доставке наших документов, при доставке оригиналов документов. Ну и мы, конечно, надеемся, что вот такая публичная рассылка, предоставление информации о ремонте дорог, о принадлежности дорог позволит нашим гражданам более активно пользоваться услугами по экстерриториальному принципу, именно по месту пребывания и не привязываться к той дороге, которая ведет к нашему офису, а именно учитывать в первую очередь свои интересы. 220 окон по всей области донесут информацию людям напрямую. Кроме того, чтобы быть в курсе новостей и планов регионального Минтранса и Новгород-Автодора, найти для себя полезную и актуальную информацию, заходите на сайт ведомства и интернет-ресурс, посвященный национальному проекту в интернете. Планируйте и путешествуйте с удовольствием. Хороший асфальт провоцирует к скорости. Никогда не забывайте о вашей безопасности и безопасности тех, кто рядом. Берегите жизни наших детей. Пешеходам Министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области в очередной раз советуют. Не будьте серой тенью, украсьте себя фликерами так ярче и безопаснее. Будьте начеку и увидимся на НТ. Субтитры создавал DimaTorzok